друзья всем привет сегодня вот решила нарисовать такой красивый нашла сюжет и прям захотелось мне его написать будем работать акрилом так как пишем в основном картины на холстах до маслом маслом акрил в принципе не хуже материал для картин поэтому мы с вами напишем акрилом такую замечательную девушку такого-то референс тоже в описании под видео оставлю но на дальнем плане то там виден смерч ну я не знаю посмотрим как смерч или просто красиво какое-то небо такое напишем и соответственно это пока у меня сейчас в планах задумках в это уже оригинал будете видеть да как бы внизу я прикреплю но пока у меня в планах в начале я не хочу выписывать там каждую травинку каждую волосинку то есть что-то такое смело свежо так вот в планах написать то есть посмотрим как получится ну и давайте наметим основные какие-то детали я буду намечать угольным карандашиком чтобы вам было видно размечу что для начала линию горизонта вот если нам поделить холст пополам и где он приблизительно вот это половина примерно так слегка то горизонт у нас будет ниже то есть большая часть будет занимать это красивое небо там он не особо ровно это у нас не море линия горизонта да там то есть деревья цветы там она может немного так волнисто расти дальше сама девушка у нас мы видим что она у нас смещена в правый край и смотрите нам нужно давайте тоже разделим пополам пополам по вертикали да чтобы понимать где у нас примерно вот эта девушка то есть если присмотреться на оригинал у нас еще видна такая ну не особо заметно но она там есть что-то типа вытопанная вытоптанной тропинки такая темно-зеленая трава вот она где-то где-то вот здесь вот так будет идти то есть там не особо такие заметно но она как бы немножко есть тоже наверно покажем так схематически я подчеркала показала да что тут у нас будут какие-то темные участки мы там немножко сделаем и если присмотреться она как бы да не посередине вот это вот темная трава и то есть как бы ориентиры ищем всегда когда рисуем какие-то ориентиры относительно что чего находится то есть вот это вот тропинка она как раз таки протоптана вот прям сразу за серединой то есть вот если проочертить середину да она сразу вот здесь а девушка край ее платье до которого ходит она прямо с этой тропинкой то есть она получается у нас где-то вот здесь будет находиться здесь еще будет платье в руках до ее идти то есть она у нас всю вот эту часть будет занимать размах ее вот этой юбки то есть будет вот эту всю часть занимать но соответственно сам корпус ее тело будет смещен вот сюда чтобы было было место для юбки этой и вот значит смотрим на картине там да на оригинале но у нас почти упирается прямо вверх ну давайте чуть-чуть приземлим немножко опустим чуть ниже вот здесь как будет макушечка чтобы она прям совсем если тем более будете в раму ставить да там плюс еще какое-то расстояние рама захватит до чтобы она у нас прям в раму потом не упиралась кто если будет на раму картину вешать намечаем вертикаль корпусу ее тело там дальше юбка то есть туда уходит куда-то да то есть она у нас почти вниз уходит но тут цветами перекрыто здесь будут так цветы 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 какие-то тут маки травинки что-то такое и вот посмотрите талия ее если посмотреть от линии горизонта и до макушечки вот линии горизонта до макушечки если поделить вот это расстояние пополам то талия у нас находится ну где-то если одну половину приблизительно наметить то где-то чуть выше вот так вот где-то она будет у нас под вот таким наклоном небольшой наклон то есть она идет у нее движение есть небольшой наклон соответственно под тем же наклоном мы намечаем плечи плечи у нас будут вот если это поделить ну приблизительно пополам вот это расстояние тут волосы венок там будут да вот примерно на этом расстоянии будут плечи то есть вот эту часть поделили от талии до макушки пополам где-то здесь дальше плечи естественно немного у нас шире чем талия на у нас стройненькая худенькая и намечаю здесь вот тоже сильно от центральной линии стороны не уходите чтобы она у нас стройная стройная была не помпушка намечаем такой вот поясок да у нас будет здесь вот мы видим плечика там плечика не будет там волоска будет рука закрыта дальше самая широкая часть попка на нашем она у нас где-то будут примерно в районе линии горизонта то есть ну вот так вот наметен это будет вот бедра как раз таки самая выпирающая часть вот как с этой стороны если у нас платье она идет вот ровно данного тут не держит спускал свободным движением как упаковка у нас на свисает то с этой стороны саму эту фигуру подчеркивает только лишь вот теневая складка то есть но мы ее тоже наметим она у нас как у нас здесь идет когда здесь чуть преломляется и пошла вот туда-туда то здесь тоже складка то есть вот эти теневые складки они нам показывают что девушка стройная у нас такая прямо изящная здесь вот вот этого поясочка от талии пойдет здесь она будет прикинуть небольшая такая линия смотрите по линии центральной где примерно да вот и ну как то примерно вот так вот я ее вы подниму чуть-чуть сюда пойдет уже как бы ну вот она разлетается нет опять таки не до края холста то есть там оставляем чуть-чуть так дальше здесь у нас вот так пойдет свисать она как-то вот так дальше тут тоже чуть-чуть там немножко будет видно так я смотрю на работу вот как-то так пойдет здесь тоже будет складка такая вот здесь и вот отсюда тоже такая теневая будет складка здесь будут вот эти вот там полосочки на платье здесь вот так то есть преломление ткани примерно наметили да вот эту юбку дальше наметим голову то есть здесь вот у нас будет такой венок вот такие вот прям можно такие какие-то типа цветочки нарисовать тут волосики будут видны волосы значит у нее пойдут вот так сюда доходят до талии пока так тоже схематично все это намечают то есть потом мы это все будем краской прорабатывать здесь пойдут они вот так вот на плечо и здесь рука вот она выходит то есть вот на дальнюю наметили но плеча мы не видим здесь волосы на плечо идут и вот так вот можно сначала вот так сделать просто черточку 1 и черточку 2 то есть показать наметить где у нас рука будет вот эта часть видим длиннее здесь покороче локоток здесь такое можно как квадратик наметить это у нас собственно будет кулачок держит да также здесь наметим вот здесь у нас рука локоть доходит примерно до поясочка до поясочка и здесь немножко уходит в сторону и кисть руки у нас вот на этой широкой части вот тут кисть руки у нее добавляем верхняя часть руки у нас толще здесь чуть-чуть потоньше то есть здесь будет в руке у нее корзинка так корзинка здесь вот так будет корзинка тоже мы как под наклоном тут ручки тут тоже тут какие-то у нее будут крупные маки в корзинке ну вот что-то что-то такое приблизительно наметили вот так вот и теперь начинаем в принципе работать краской этого достаточно и так я выдавила себе красочки на палитру буду вот так показывать потому что неудобно акрил белила титановые черная голубая фице зеленая фице и красная немножко пока пока вот эти краски потому что там в небе я вижу и бирюзовый цвет как раз голубая фице зеленая фице мы сделаем бирюзовый так смачиваю слегка кисть водичку кисть кстати вот такая вот у меня синтетика попробую и она такая мягкая прям хорошо гнется смешивая беру белила так видно не видно сейчас посмотрим белила зеленая фице голубая фице зеленый такой бирюзовый цвет нужно сделать что-то вот и приглушить его немножко черно сделать поспокойнее вот таким оттеночком я начну закрывать так вот у нас линия горизонта здесь я вот так ведь он бирюзовенький на такой спокойно свободными такими носочками прям вот красочку набираю можно добавить где-то больше черный и хочется сделать все-таки не такую мрачную немножко повеселее все-таки работу поэтому буду делать оттеночки немножко поярче все таки не совсем но буду стараться дальше добавляю больше белил в этот же оттенок добавляю просто больше белье и выше поднимаюсь посветлее вот так вот захожу в один в предыдущий цвет да как бы красочки прям хорошенечко набираю так вот то что есть прямо краски ой на кисточке довольно таки много краски все вот эти вот облачка там потом прорисуем кисть держу далеко то есть не держите как ручку вот так вот кисть держим подальше от края вернее от основания что то делаю добавляю еще больше белого черного такой более серый оттенок сюда вот ухожу здесь его сюда его но он тоже видите в кисточке есть и вот эти голубоватые оттенки пусть сильно я их не вымешиваю не надо их до однородной массы вымешивать то есть вот то что выходит с кисточки все это пускай будет прям белилок захватила грязной кисточкой здесь у нас справа от нее небо посветлее вот взяла прям чистая белила ведь еще светлее получилось и такими вот молочками разнообразными я заполняю вот здесь тоже светлый кусочек умеетом так примерно обхожу платье там все это ну как бы не принципиально до кривом у нас хорошенечко сохнет быстро поэтому он даст нам возможность поработать то есть довольно таки скоро до высохнет и так дальше продолжаю вот здесь опять темно ватом оттеночком обхожу венок чуть-чуть закрываю его потому что ну лучше я потом выпущу да какие-то цветочки все это на фон на небо вот так вот захожу в голубой вытягиваю его на предыдущий вот этот серенький оттенок то есть чтобы они такие вот не перемешивались были разнообразные так вот здесь немножко у нас тоже видно небо так вот здесь светлый участок беру бельюки и вмешиваю пока на вот этот вот сам смерч я не знаю стоит его рисовать или нет ну сейчас посмотрим можно просто какие-то красивые облака такие тоже темные суровые нарисовать тоже в принципе будет красиво вот видите тут такая граница да была очень сильная вот я ее разбиваю вот так вот захватываю в голубой в серый веду серый в голубой то есть такой вот мазочки масса масса прям мазочков была интересная и не жалейте краску конечно не тоненьким прям слоем пишите а так чтобы все таки было поинтереснее итак беру черный давайте сейчас эти облака сделаем пока не самый сильный такой черный да ну вот сюда же добавляю ну такой вот как темно-серый темно-серый и вот где я вижу да вот у нас если этот смерч рисовать то он в принципе вот здесь где-то начинается да идет вот сюда вот так вот под наклоном и пошел закручиваться такими вот штучками вот сюда пойдет вот сюда вот это облако вот так вот как то ну как он крутится вот так да не спиралью а как вот так ну давайте теперь накрутим его вот беру черный вот прям вот кисточку наверное знаете что сделаем вот так вот сейчас ее протру вот так вот вот и то что вот нанесла я вот так вот вот так вот прям раскопчу сделать такое дымчатое состояние было вот так вот как нибудь можно даже пальчиком даже наверное пальчиком я его и нарисую, друзья набираю на пальчик немножко краски и вот так вот буду создавать такие вот накручивающими такими движениями чтобы дымчатое такое состояние было так сам смерч давайте вот сюда его поведем на отсюда и у нас сюда уходит такое прям черно-черно все прям пальчиком добавила черного черный опять таки вот он смешивается с белилами на холсте так здесь у нас он вот так вот пойдет а здесь 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 вот так вот так к девушке пойдет это вот будет такой вот так протерла пальчик сухим уже в принципе предыдущий слой у меня вот он как бы не такой прям подвижный уже более так попробую кисточкой в чем-то акрил хорош конечно в чем-то и тяжеловато конечно работать но все равно работа получаются такие вот интересные криво мне нравится так вот здесь у нас отсюда выходит но опять-таки у нас такой вот смазанный нечеткости добавлю цвета неба чтобы его смягчить опять серенький и пальчиком вот так вот накручиваем его здесь вот к низу прям такими вот как облака да мы рисуем вот шапки облаков вот что-то типа этого прям такие вот вниз так будем показать не закрывать камеру вот так вот прям вот такими вот вот интересно что-то такое да вот здесь еще я вижу потемнее вот этот кусочек прям вот но если запланировали да делать работу то есть такую живую да то есть не особо выписанную девушку эту все эти травинки цветочки то есть этого нужно значит придерживаться изначально того что у вас не будет вот этой вот выписанности нигде то есть про что я говорю про то что как бы все должно быть тогда ну в таком вот мотиве так я добавила сделала светло-серенький и вот здесь тоже какие-то такие вот облака вот так вот идут то есть а значит вся она изначально нужно придерживаться того что у вас не будет вот этой вот выписанности нигде прям вот нигде потому что знаете это будет смотреться не совсем хорошо когда у вас там трава цветы и все прям лепесточек от лепесточка отделить можно наоборот там девушка просто каким то широкими мазками силуэтно написано ну это как то будет ерунда какая то вот накручиваю еще где то тут чего то вот здесь как то да вот он уходит вот прям краешком кисточки просто круговыми движениями кручу кручу тут накручиваю вот сюда потемнее добавлю возьми темные серы так взяла и протерла чуть-чуть чтоб краски мало было на кисточке то есть понимаете да о чем я то есть нужно изначально то есть тогда все делать такое вот не особо понятное как бы такое вот размазню такую как бы наносим так беру этой же кисточкой не промывала грязненькой кисточкой вот здесь добавлю чистые белила взяла тут около девушки светло еще беру белилки тут такое небо у нее посветлее немножко прям такой белый участок здесь посветлее видите особо я там не целишь просто как бы ставлю такие ну и соответственно не полностью все это перекрываем создает такую атмосферку вот здесь кусочек неба посветлее то есть уже между этими всеми темными облаками можно где-то поиграть добавить более таких вот интересных окошек посветлее также вот я возьму капельку капельку красного смешаю с белым прям вот он белый но немножко вот здесь вот я даже множко взяла ну это можно кисточку протереть и чуть-чуть как бы сухой кисточкой подтереть где-то здесь вот виднеются такие более розоватые какие-то моменты где еще можно вот здесь под облаками под под темными красноватых добавить вот здесь вот здесь там этого нет вот честно но я хочу кто кто мне этого запретить сделать никто мы художники если я считаю что это будет красиво живописно да то почему бы не добавить давайте сюда тоже такого красноватого розоватого красным сложно назвать да у нас в разбиле такой весь прям вот сюда пускай вот здесь пускай только красноватый около нее пускай тут у нас маки будет нормально смотреться рядом с красными маками вот что то такое да как бы она в принципе уже устраивает ну вот еще здесь светлости какую то добавлю вот я так вот прокручиваю так протру я теперь и смягчу все это дело возьмем черную почернее так вот как вытираю кисточку вот как лодочки рисуем вот такие вот облака вот здесь здесь в обратную сторону как бы волна вот так и тетя и лодочка это так как бы ассоциации туда волна и лодочка вот здесь вот так где-то видите остается светлый серый где-то где-то более то есть вот так вот мы работаем накручиваем перетянула беру белила и вот так вот под высветила ну то есть создали такое вот очень-очень интересное небо так друзья мои теперь я возьму возьму желтенький так желтенький 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 я не приготовила так желтый средний и так же его капельку капельку смешаю с белилами то есть я сделаю такой вот разбеленный разбеленный желтый и вот здесь есть такие красивые облака красивые красивые довольно таки теплые и вот такие вот подсвечены там видимо где-то солнышко на них попадает и они там светятся и так же вот здесь около неё тоже такие вот желтоватые моменты светлые присутствуют небом то есть не вам нужно поработать конечно уделить ему время потому как все остальное будет уже да девушка на фон небо будет рисоваться уже когда захотим потом поправлять небо тоже будет конечно так вот здесь там тоже есть что-то но уже менее такое заметное но немножко есть поэтому немножко я так и покажу такие вот яркие вот здесь в основном будут вот вот создаю какую-нибудь красивую форму здесь даже переборщила добавлю вот этой вот зеленой ничего пускай опять беру желтенькие с белилками и создам такие вот шапочки чтобы были некоторые более такой прям конкретно читались что-то такое какие-то такие облачка так вот здесь вот здесь как-то вот так прям идет движение вот так сделали все на этом я наверное оставлю наше небо мне все-таки поработки так видите все как бы на ходу вот здесь вот добавлю в этой черноте немножко окошек светлого вот так вот раз сухой кисточкой уже вот как подразотру что ли вот так пускай будет так такое прям суровое мрачное небо так дальше на линии горизонта я там вижу какой-то дальний план довольно таки темный я возьму черный вот я возьму зеленую фц с черным мне нужно получить такой темно-темно зеленый и вот я вижу там вот где-то вот здесь что-то так добавлю сюда чуть-чуть белил потому что у меня не дальним планом получается вот что-то такое здесь типа деревьев как присутствует присутствует вот так вот я сделаю красивые какие-нибудь макушечки вот так вот потыкал потыкал вот здесь с этого края такой высокий кустик и вот здесь тоже выглядывает из-за платья там немножко такое что-то такими вот детальками не пренебрегайте потому что как бы ну делайте их они усложняют работу чтобы делать его более интересным так немножко белил набрала и протерла кисточку то есть сняла лишнее белило чтобы сильно не выбелить но и увести вот это вот все на дальний план подсвечиваю ну разбиливаю вернее в основном макушки потому как помню да деревья у нас даже хоть они и где-то там далеко они у нас все-таки ну там толще этих деревьев и они в глубине потемнее чем макушки вот а здесь вот по линии горизонта там тоже есть но они такие прям вообще маленькой-маленькой какой-то полосой ну вот так можно показать знаете так какие-то что-то намеки на то что что-то там повыше что-то пониже какие-то там растительность чего-то есть вот так вот где-то совсем прям тонкой линии провести по границе где-то прям показать что там что-то повыше да растет так там у нас уже все перекрыто вот так вот ну такое разбили на я не сильно четко вот прям наметила потом беру белилки и прямо те же кисточкой особо и не ну я не приму не промывала ниже работа вот такой вот какой-то там линия горизонта показали наметили дальше я себе добавлю на палитру так добавлю умбру натуральную дальше сейчас будем делать вот это вот поле траву так веридоновую зеленую пирute где-то я тут приготовила себе ливковую ливком ливку секундочку вот там поле ливкально вот такое вообще красивый классный цвет правяной вот и добавила омбра натуральная берегу на воде это оливковая кисточку промолву и теперь наметим наше поле буду заполнять берем так чтобы мне взять у меня вот я возьму оливкова смотрите где-то вот так и здесь вот это будет тоже темная а здесь более светлые оттенки на не считая вот тропинки значит я возьму оливковую чтобы она не сильно была как бы такая прям зелененькая я добавлю в ней умбра натуральная в нее умбра натуральная тоже сильно не вымешивать чтобы мазок он был видите и зеленоватый и коричневатый одновременно и вот я заполняю так к горизонту туда подхожу умбра зелененькая чуть-чуть на линию горизонта захожу тут вот сюда захожу смело там это платье на корзинку все это потом сверху прорисовывается маки тоже в корзинке мы еще не знаем где они у нас как будут поэтому вертикальными мазочками то есть мы уже этим мазком чтобы нам не вырисовывать не пытаться там каждую травинку да так это заполнили где у нас темнота так 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 это вот у нас тут корзинка платье даже можно где-то добавлять желтенького почему бы нет но вертикальными мазочками ребята чтобы потом не мучатся не показывать какие-то принтер и вот таким вот быстрым движением вот я добавляю то коричневого более такой оливковый оттенок вот беру видите так вот смело 1 1 1 все это помешало как бы помешало и довольно таки густенько все это делая выкладываем где-то больше коричневит где-то больше зеленит как в полях до трава на там всякая разная сухая есть и более такая вот свеженькая то есть что-то типа импрессионизма у нас сейчас происходит так здесь у нас как у нас платье идет вот тогда так 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 заполняем из вот этой стороны здесь у нас немножко есть такого вот более светлого четкую границу вот здесь не делайте потому как у нас там трава да это же не вода которая ровная там трава оно и должно быть немножко такое неровное какие-то травинки выше какие-то ниже так теперь в этот цвет я то есть буду смешивать опять коричневую и оливковую попробую попробую сейчас сюда веридонки добавить как то что у меня получится вот да в принципе темнее темнее вот то есть нам не надо чтобы она прям сильно отличалась темнее но все таки было темнее так оливковая коричневая и веридонка и опять таки видите я этими темными точками я захожу я захожу в наши предыдущие светлые эти предыдущие которые светлые я опять-таки в темные тяну чтобы ну что-то типа плавного перехода была вот где-то можно их внедрять более светлые сюда чтобы как-то не было труд прям конкретной четкой границы разделение светлого и темного так где-то прям вот здесь уголочек беру чистую веридонку но тут уже краска как бы присутствует и поэтому более такие темные вот можно такими же таким же цветом где-то немножко помигать и вот там в светлых участках немножко совсем чуть-чуть и вот это вот наша кстати как раз таки тропинка это так она у нас идет куда где-то под смерть я ее потеряла вот я ее вот так вот намечу то есть она вот здесь вот пойдет и вот здесь то есть такая как бы вытопканная трава немножко примятая как бы в тени возьму коричневую добавлю капельку капельку прям капельку в этот темно-зеленый ну вот в этот замес беру немножечко-немножечко черный еще даже чуть-чуть пробуйте всегда на холсте как вот она смотрится потому что на палитре это одно а уже на работе это совсем по-другому смотрится вот так и кое-где их перебиваем более светлыми обязательно так чтобы такой конкретики не было так и теперь вот этот кусочек закрываем заходим на платье потом платьем опять на праву на эту зайдем вот и наоборот то есть как бы акрил он позволяет вот так вот туда-сюда с собой играть заполняем заполняем так так как бы мягкий переход мы подберем оливковый с омброй опять веридонов уберу чистую ну кисточка не чистая она светла вот так вот и мазочки видите у меня не чисто прям идеально вертикальные то есть как трава растет то есть показываем поле показываем да в этот наш замес немножко добавляю белил вот прям перу белил и в этот зеленый добавляю белил и к линии горизонта там у нас более светлые травы более разбеленные и такие вот менее четкие потому как это чем дальше тем у нас предметы меньше мы видим размеры их меньше и собственно мазочки травы этой короче делаем чем ближе к нам приближаемся тем уже постепенно постепенно от и вот смотрите по мере того как заканчивается краска на кисточке она и заканчивается и смешивается уже с вот этими оттенками то получается как бы постепенно от светлого трава у нас приходит более контрастному такому насыщенному цвету зеленому так так вот здесь можно каких-то светлых где-то чтобы подчеркнуть что у нас вот это вытоптанная трава более темно темнить мы ее больше не будем мы просто рядом с ней проложим более какие-то мазочки более светлые где-то в ней тоже может быть светлые попадаться но в целом должны вот эти вот тропинки читаться я возьму веридонку прям вот несколько мазочков так так чуть-чуть добавлю подчеркну эту темноту буквально немножко так и вот разбили оливковый сюда немножко внедрю чтобы была такая масса масса мазочка интересная сложная красивее смотрится вот уже заканчивается краска на кисточке то есть пишу остатками практически так вот что там выделяется ну вот вот наверное на этом пока с травой закончим пускай немножко подсыхает сейчас я кисточку промываю и сделаю цвет наверное наши корзинки беру белилки беру камеру цепляю постоянно извините белилки и умбру и вот делаю цвет такой вот красивый разбили и намечаю такими смелыми мазочками нашу не забыть не запутаться где то они будут то есть видите я не выцеливаюсь какую то ровную прям идеальную не делаю так так дальше добавляю еще больше коричневого в этом белом более темный оттенок и сделаю вот вот как узор плетение этой корзинки и здесь так короткими мазочками показываю плетение корзинки плетение корзинки так и черные внизу донышко корзинки темная кисточку не промывала прям с коричневым белилами захватываю черный и вот донышко у нас здесь так теперь я кисточку промыла давайте поработаем немножко с нашей девочкой итак итак волосики я возьму черный смешаю с этой умброй натуральной то есть я хочу чтобы она была девочка темная но не черная то есть вот такой вот цвет получается так я там показываю видно вам вот такой вот тоже сильно не вымешиваю значит вот тут у нас будет немножко волосик видно это потом дальше мы перекроем маками можно чуть больше потом маками просто зайти на волосики так вот здесь у нас на плечо здесь пойдут волоски вот и там цвет где-то будет больше падать на волоске где-то меньше ну вот пока так наметили то есть тоже сильно да не выписываем ее дальше берем красный цвет наверное я возьму пока чистый красный возьму здесь вот около талии то показываем где-то там может быть между волос вот так даже красный виднец поясок пока таким мазочком просто намечаю поясок потом буду все это дело оттенять где-то высветлять где-то наоборот темнее делать да и прям вот такими хорошими добротными мазочками я выкладываю но друзья но по направлению вот этих складок то есть как они у нас идут так мазочки и наносим довольно таки простые видите движения то есть ничего красный не такой он какой-то хоть и много накладываем видно уголек сколь него здесь у нас спускается вот так вот пускай она чуть-чуть вот так волнисто спускается мы не собираемся здесь сделать до какую-то прям очень уж правильную живопись так чем я добавлю красного чем свободнее у нас написано да тем она прикольно смотрится живенько так интересно то есть живописно да мы не сидим вот это не крапим над каждым там каким-то мазочком так здесь у нас вот так вот идет спускается платочка наша прямо чистым красным беру и наношу довольно таки густенько там у нас она в траву куда-то уходит что-то зеленый виднеется на полупрозрачный что нигде не вижу квадратика очень похожие тебя видно уголек сквозь него на зеленый тоже ничего страшного это не беда так сделали закрыли и пока вот кисточка в чистом красном давайте сделаем маки ну как мы будем делать но мы не будем их выписывать это делать на больше ничего вот так вот мазочками поставим разнообразными вот так вот там попримакивая вот где-то даже черный с волос зацепился очень даже хорошо потому как нам не надо да какое-то что-то прям очень такое однотонное однородное делаем какой-нибудь прикольно красивый букет пушистый такой даже вот можно примите каплю такую набрала прям цветы сделать и вот так вот объемно чем классно написать вот такие вот именно вот объемно выкладывать то есть вот это вот пастозность краски она сама по себе дает уже когда высыхает тень сама от себя отбрасывает то есть вот это вот пастозность да и классно смотрится а если бы мы писали я этой же кисточкой вот залезла в черный и вот здесь чуть-чуть покажу вот так поясок если бы мы писали гладенько да вот так вот аккуратненько как-то нам бы пришлось все эти тень и свет все это прорисовывать ну то есть дополнительная работа скажем так а когда мы пастозно выкладываем уже эффект получается сам так подчеркиваем ее фигуру складками так значит у нас вот здесь вот такая вот будет теневая я этой же кисточкой просто в краешек черный залезла то есть подпачкала красный можно так сказать вот здесь складочка вот она подчеркивает ее фигурку сюда где у нас там еще складка вот здесь такая да складочка на платье вот здесь тоже идет складочка здесь вот эта часть вот пока не высохла она у нас вот я прям этой же кисточкой красной грязная беру в черный окунаю и вот тут у меня прям вот так я вижу прям темная темная это вот складка и вот преломление там более темный красный если недостаточно можно еще взять черненького точно затем нет красный уже делать темнее вот но направление вот этих вот ее как они на юбке там такой материал да как бы как бы сказать волнистый что ли так дальше я беру белилок чуть-чуть добавляю в красный и вот кое-где так что так вот здесь по талии обязательно по формам ее то есть задаем движение тоже я не собираюсь там вырисовывать все эти ее вот эти вот складки какие-то на платье беру пастозно-красный прям вот выложу сюда-красный выложу сюда-красный тут видите видно как начиналась да кисточка начала ее вот беру добавляю красный чтобы резко этой границы не было вот так как-нибудь интересно и туда ну у нас уходит прям вниз даже вот так можно больше растворить его как бы там в зелени здесь более четко а там уже где-то где-то там оно прям вниз 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 идет и мы еще сверху перекроем травинками так теперь вот это что у меня тут осталось красный на кисточке я убираю возьму желтый возьму белил вот получается такой вот телесный оттенок можно в принципе взять если у кого есть вот такой вот он прям так и называется телесная можно ее взять и к примеру добавить капельку красного если очень такой он получается как сказать неестественный да можно добавить чуть-чуть туда коричневого да подуспокоить более такой натуральный ну вот у нее на оригинале очень такое кожа знаете какая-то неестественного цвета такого поэтому я не хочу такую я вот буду так сейчас пока так вот у нас локоток и пошла ручка вот сюда тоже видите сильно я ее прям не вырисовываю эту руку пока и вот здесь тут может где-то сквозь волосы да цвет кожи виднется так так здесь и вот сюда пойдет держит платье здесь кулачок еще добавляю себе этого цвета тоже кулачок я всегда не буду прорисовывать так здесь вот у нее будет кисть руки вот тоже как-нибудь так намечу чтобы это было понятно что она ее держит но не буду прям досконально прорисовывать так каким-нибудь более чем-нибудь темным так дальше возьмем коричневатого добавлю вот это вот захватилась черным который сюда оттеняем вот эту часть да она у нас тут в тени локоток там вот здесь вот здесь рука в тени вот и тут тоже может быть вот дальше кисточку сейчас промолю возьму в этот наш цвет так вот высветлю его белилок добавлю подсвечу чуть-чуть плечиком еще белилок посветлее сделаю вот здесь посветлее какие-то блики кисточка у меня не особо конечно удачная вот здесь какие-то табличочки покажем усложним нашу живопись так промываю кисточку сейчас тоже я вижу можно наметить в принципе маки которая у нас здесь в корзинке сделаю какую-нибудь вот вот так вот прям покручу покручу прям кисточкой так еще красного добавлю сейчас у меня грязновато с красным тут с черным намешанный на палитре был вот туда же добавила еще красного сюда пускай пойдет прям выкладываю краску здесь какой-то так и вот здесь виднеется тоже там какой-то цветок пускай они выходят сюда на корзинку как бы свисают ничего страшного так поясок более пастозно дальше под поиском тенюшечка там будет сюда так прям вот возьму прям хочу платье сделать более знаете такое вот объемное прям выложу такими чтоб прям полосами была покраска объемная чтобы было как я вам говорила да преломление потом когда будет свет и вот эта объемность краски она будет давать свой вот этот шарм вот мне хочется так выкладываю но выкладываю опять таки вот по направлению как она его держит да теневые складочки все полностью не перекрываем чтобы они у нас как бы подчеркивали да вот здесь ее черный захватываю подчеркну фигурку внизу платье у нас потемнее вот что беру теперь беру красный и потемнее его книзу соответственно ну как бы рассуждаем да почему там темнее да потому что оно в траве нет нет такого света и вот я набираю да немножко и вмешиваю его дальше возьму даже коричневатого вот сюда вот такие вот полосы потом красный чтобы конкретику прям темную смягчить тут такая складка темная ну такие показали уже видно что там какая-то складочка дальше дальше поработаем еще с нашим венком так в этот красный я добавлю белого вот я добавляю получается такой вот светлый красный и вот кое-где я прям вот так вот в перемешку стен вот так вот как-то прокручивая ну как цветок мака да какие-то лепестки на свет попадают то есть делаем объем ну то есть понятно что мы ничего там не выцеливаемся ну то что что-то показали и вот набираю черный где-то у мака уже там серединке да черные есть вот немножко какой где нужно показать также и здесь тоже там просто легкими мазочками так вот дали какие-то серединке показали ну и на маке которая у нас в принципе в букете в корзинке то есть тоже розоватых таких вот оттенков кое-где подбросим буквально просто такими вот несложными мазочками так промываю кисточку хорошенечко и возьму сейчас кисточку такую у меня это вот такая вот щетинка она видите веерная жиденькая жиденькая такая и сейчас я хочу поработать с травинками я возьму вот этот оливковый нас сюда добавлю желтого белилок белок сейчас добавлю себе еще так беленький и возьму еще такой красивый цвет называется желто-зеленая светлая вот такая но это в тюбике покажу как она выглядит на самом деле вот она видите вот такая вот вот желто-зелененький светленький прям довольно таки приятненький цвет вот сюда я его замешаю в наш вот этот желтый зеленый тут оливковый все в куче и я подчеркаю здесь вот так вот поделаю поделаю прям легонечко в разные стороны дам понять что у нас там есть вот эти травинки в разных направлениях начиная сверху в основном да то есть не полностью перекрывая предыдущие оттенки и помню да дальше у нас как бы они такие более коротенькие носочки ближе к нам уже делаем более такие вот подлиннее покрупнее захожу на платье так теперь беру веридонку этой же кисточкой вот я набрала веридоновой ее нанесу тропинку вот это выкоптанную тропинку выкоптанную ой красный попался опускай опускай значит ему тут судьба будет так вот здесь в углу красным красным зеленым кстати не переживайте он классно сочетается так можно также вот так боком ставить какие то вот вот можно не просто вот так вот доставить кисточку а вот так боком и получится уже такие более отдельные какие то веточки травинки взяла более светлого то есть вот так вот чередуя я заполняю то есть создаю такую вот травы травы вот здесь ее перекрывают светлых нанесла взяла чистую веридоновую вот так нанесла перекрываем платье все это ее светлей темнее В веридонку добавлю чуть-чуть чёрную, вот эту вот тропиночку. Тем более вот этот жёлто-зелёный, прям почти в чистом виде. Немножко. Там покороче. Так, ну, с травой, наверное, достаточно, да? Я так думаю, кисточку я промываю, добавлю ещё красного. Так, давайте сейчас, это единственное, что я хочу, я хочу сделать красным. Вот здесь добавлю этой кисточкой веерный. Руку эту перекрыть. Вот так. Так, теперь я её мою вот красного. Сейчас я хочу поработать с её волосами. Для этого я возьму белила. И вот то, что у меня тут омбра осталась. Вот видно, да? Вот этой омброй, чуть-чуть туда чёрного. Вот такой серовато-коричневый оттенок получился. И вот я сейчас здесь чуть-чуть дам намёк, то, что у неё там волосики, да? Вот здесь немножко вот поведу как-нибудь, ну, эти её кудрявенько, так волнисто. Пускай она у нас будет кудрявенькая девочка. Вот сюда как-нибудь выпустить. Прятки волос. Вот тут вот даже возьму чуть-чуть больше чёрный. Вот так вот. Сюда потемнее. Никогда не рисуйте волосы лайнером, ну, или линером, да, как кто его называет. Вот вообще забудьте за него. Для волос лучше использовать вот что-то такое вот, типа веерное, ну, такое вот жиденькое именно. И неважно, чем вы рисуете, маслом или акрилом, вообще без разницы. Вот не берите лайнеры всё. Будет ощущение, знаете, что ваша девочка месяц минимум голову не мыла. вот такое будет ощущение, если вы каждую ворсинку будете прорисовывать отдельно. так, и более светлым, где-то бликанём, белил больше добавила. Даже что-то больше, но мало. Еще больше возьму. Так. Вот где-нибудь вот здесь вот так бликанём. Вот здесь немножко на красное, да, чтобы видно было. вот сюда чуть-чуть. Ну, как-нибудь вот так, да, пускай. Ну, тут на макушечке можно немножко так вот... вот здесь можно вот так как-нибудь прятку выкинуть. Как будто ветер, да, гроза там какая-то. Сейчас, чтобы потемнее. вот так. Пускай она у меня будет с такой прической. Дальше. Теперь нам нужно сделать маки. Вот здесь поле маков. Для этого я возьму белилый и красный. Сделаю такой розоватый оттенок. Ну, вот такой вот приглушённый, да. И вот на дальнем плане у нас там бледные такие, правильно, ставим точечки, точечки. Где-то точечки, где-то вот прям полосочкой. Прям такие вот. Даже можно сделать сбоку где-то совсем прям очень бледно-красный. И показать там немножко. Вдалеке мы видим их немножко. Матюшка. Если посмотреть на работу, то они у нас где-то начинаются вот на уровне корзинки вот здесь уже. А там так чуть-чуть. Ну, они же там есть, да. Вот еле-еле касаясь, я вот так вот ставлю какие-то мазочки. Вот. Немножко-немножко показали. И даже можно туда капельку таких вот белёсых. Немножечко моментов. Вот. А сюда ближе даже вот возьму, захвачу немножко чёрного, этот красный подпачкаю, чтобы он розовый был приглушённый. Такой вот спокойный розовый. То есть у нас должна быть девушка, да, как бы яркая. Так. И вот уголочком кисточки я сейчас буду вот как бы вытирая, вот так создавать. Поставлю таких вот розоватых пятнышек. Ну, создавать что-то типа похожее на цветы. То есть здесь вот какие-то. Где-то более добавляю красный-чёрный. Но тоже не яркий красный, а такой вот он. Грязно-розовый, тёмный. Вот так. Назовём так. Вот. Тут цветы. Ещё более тёмных. То есть разные. Мазочки. Вот здесь вот. Где-то попадаются вот кисточки. Видите, сильно не вымешиваю. Где-то прям вот она у меня, видите, и красный, и грязный, и белый, и розовый, и всё там вместе. И вот оно, я кручу ей, и отпечатываются разные мазочки. Вот. Более тёмных красных. Вот здесь на платье у неё прям хорошенько так вот выходят цветы. На платье, соответственно, мы ярко-красные не делаем, вот, чтобы их было видно, да. Какой-то вот отдельно выходит. Так. Чёрный, красный, потемнее вот сюда. Да. К низу картину делаем цветы все темнее, чтобы у нас, ну, как бы акцент вот сюда, да, подал на девушку, а не на края картины. там наоборот приглушаем, делаем такие, как бы даём, да, да, там есть маки, но они у нас там такие, не особо заметные. Ну, меняем оттенки всё-таки. Вот видите, тут стайка такая прям, какая-то цветы примерно одного оттенка, да, вот я беру мазочки, ставлю где-то, разбиваю более светлые ставлю, более красноватые. Фу, ну, что-то такое создали, да, поле маков. Промываю кисточку. Между ними кое-где есть какие-то белые цветочки. Вот я прям беру беленькие, ну, насколько они у меня тут на палитре чистые, вот прям лишнюю красочку снимаю. И между ними кое-где немножко-немножко так вот видны какие-то белые тоже цветочки, тоже вот я так быстро-быстро-быстро натыкиваю между ними там какие-то белёсости немножко есть. вот тут, тут. Вот так чуть-чуть достаточно, много не надо. То есть намного-то у нас тут маковое всё-таки поле. так, теперь возьму вот этот мой жёлто-зелёненький, прям в чистом виде. И вот где у меня здесь вот есть отдельные, да, такие маки. вот к ним поведу такие, что-то типа стебельков более светлых. мы меняем направление, чтобы у нас, как бы, трава, да, в разных направлениях росла. всё достаточно этого достаточно. Достаточно. вот такие вот, там не только жумаки, да, растут какие-то и колоски там, что-то там. всякое всячина растёт. Веренду новой книзу. в основном, вот тут на платье прям видно такие колоски. вот здесь тоже можно какие-то показать. частично где-то заходя на вот эти пятнышки розовые. и, естественно, так как это у нас маки, у них есть серединки, да, чёрные. Вот я набираю чёрный уголочком кисточки. и вот кое-где я так вот аккуратненько так по этим пятнышкам. где-то снизу пятнышек, где-то в серединке, то есть, ну, как там маки могут повёрнуты, да, быть, не все же они одинаково у нас там, к примеру, на нас смотрим, да. ниже по-разному. Вот прям немножко краски на краешке, прям вот кисточки испачканы. И вот так я не создаю там какие-то прям конкретные точечки серединки, просто ставлю такие небольшие мазочки. ну, не перечерните, конечно, тоже, чтобы не на всех подряд, а так, чтобы общее ощущение цветов было. Я вот возьму сейчас жёлтый с белилками, прям такой светленький вот сделаю, жёлтый с белилками. Так, и ещё таких оттенков добавлю в траву. Что-то хочется прям жёлтенького, такого более каких-нибудь колосков. Можно вот так вот прям потыкать, не проводить, а вот именно, ну, такими тычочками поставить. Тоже будет красиво. Каких-то имитация колосистых соцветий, травинок этих. Также тёмный какой-нибудь, зелёный. Ну, тут я смотрю сейчас. Так, возьму ФЦ с чёрной. Вот тут верну нашу дорожечку. Вот опять-таки где-то там между цветов она там кое-где. Ну, это даже не дорожечка, просто, да, как бы, примятая. Это у меня ФЦ-шка зелёная с чёрной. Затемняю уголок картины. Вот этот тоже. Внизу тут потемнее делаю. Полностью красный не перекрываю, как видите. То есть должно быть ощущение, что она у нас там в кучу травы стоит. Платье там у нас куда-то дальше, да, уходит. Ну, легонечко, легонечко, вот так вот. Вот здесь очень светло сделала. То есть видите, акрилом, как бы, в принципе, даёт такие возможности исправлять, поправлять. Промываю. Ну, вот хочется ещё немножко белилки жёлтой. можно, если там, к примеру, очень хочется поработать ещё с небом. Промынула. Дальше. Белилки с красненьким. Велерной кисточкой, видите, уже эффект совсем другой, да, получается. Где-то, к примеру, подуспокоить какие-то моменты. где-то наоборот движения этим облакам, да, здесь сбоку такие вот задать. вот здесь чуть-чуть, можно вот так поиграть какие-то, добавить интересности. Здесь смягчить немножко. Ну, там, и желтоватые кисточки, вот там, на палитре захватила. Ну, вот что-то такое у нас, друзья мои, получилось. Такая интересная работа. Так, я вот возьму единственное ещё вот таких вот светлых-жёлтых. Добавлю на платье цветочков. Ну, вот этих вот каких-то точечек. Вот то, что у меня осталось. Какие-то грязные, ну, такие подпачканные белила, нечистые. С жёлтеньким, либо с красненьким. Ну, такими прокручивающими движениями. Вот так вот добавляю. И давайте, хочется мне, там нет этого, конечно, ну, мне хочется и в корзинку. Пускай она у нас берёт букет такой, не только маки, ну и что-нибудь такое, там, более интересное. Так, теперь мы вот забыли, я забыла. Такая интересная деталька есть. Я возьму веридонку с моим жёлто-зелёным. Вот. Здесь у неё есть вот эта вот зелень. цветов. Вот так вот. Добавлю. Где-то чистые берегоночки. Ну, то есть это же букет, правильно? Там же и стебли этих маков тоже есть. Вот. Так. И чистым красным. Вот здесь какие-то мелкие цветочки у неё из букета выходят. Так. Так. Возьму фэцэшку елёную и более тёмных. Добавлю вот так направление. Вот они куда-то с букета вот так выходят сзади у неё. Так. И также фэцэшки я добавлю вот здесь тоже в букете каких-то листочков фэцэшка, а потом ещё и более светлых. Так. Так. То есть тем самым мы как бы разделили вот это пятно красное, да? Это я фэцэ добавляю ещё. Разделяем тем самым как бы цветочек от цветочка. И усложняем интереснее. Опять жёлто-зелёное дело. Так. Так. Ну вот что-то такое. Так. Около корзинки я вот тут вот чуть-чуть вот этот розовый уберу. Для чего, понимаете? Если не понимаете, как бы подскажу, чтобы... Видите, вот я сейчас убрала вот эти розовые. И у меня корзинка стала более чётко видна. А так как бы сливались полевые. Это я чуть-чуть примазываю дальний план. Он немножко остаётся, но не становятся такие более мелкие цветочки. Вот они когда подсохли, уже тогда можно это в принципе сделать. Так. Зелёная ФЦ. С моей вот этой вот. Жёлто-зелёная. Забыла название. Ну то есть это уже такое вот. Уже начинаю я по-моему перебарщивать. Давайте. То есть прорабатывать, добавлять. Достаточно, наверное, да? А то как-то уже много. И вот у меня осталась красная красочка. Я её как бы выбрасывать жалко. Я её, наверное, пущу на платье. Добавлю ещё объёма. Ну как бы не буду закрывать все вот эти вот теневые, да? Вот где-то почётче сделаю вот здесь в траве, чтоб оно у меня было между травинками видно. Вот так сюда. То есть просто я, вот у меня краска есть, я её хочу впустить на это платье. Так. На поясок ещё добавлю. Вот эту фигурку. Так. Кисточку протёрла. Тени такие чёрные не могут быть, да? Поэтому я чуть-чуть сверху приглушила. Смотрите, ещё что хотелось бы сказать. Вот видите, вот платье у меня, да? Оно не прям ровно. Вот я вот провела, да? Вот оно, мазочек такой рваный остался. Пускай так остаётся. То есть не заморачивайтесь никогда. Не пытайтесь сделать под, как под линейку, да? Как-то идеально. Это я почему говорю, это у меня такая раньше болезнь была. Идеально вывести каждый, этот самый, края все. Прям, ну ты что, не дай бог, у меня там будет неровно. Вот не знаю, почему у меня такая проблема была. Если у вас такое же, то помните, что я вам говорила. Что это делать не надо. Ну вот и всё. Красочка у меня закончилась. То есть вот осталась голубая ФЦ. То есть, смотрите, видите, можно голубой ФЦ брать совсем чуть-чуть. Если вот, ну, экономить, да? Этой тоже вот осталась. То есть красная добавляла даже несколько раз. То есть много ушло красной. Ну вот такая работа, друзья мои, получилась. Мне нравится, как я хотела. Вот так вот живенько. То есть не особо там всё прямо-то выписано. Так вот у меня и вышло. То есть как и хотела. Так, сейчас заметила. Вот никак не получается у меня закончить. Вот здесь волосы как-то заканчиваются не особо. Так. Так. Вот так. Пускай так будет. Такая подрастрёпанная немножко. Так. Ну вот и всё. На этом буду заканчивать готов. Можно так уточнять, прорабатывать ещё очень долго. Всё, друзья мои. Рисуйте, выкладывайте свои работы. Пишите. Есть группа. Также в описании под видео там есть указаны ссылки на группу ВКонтакте, в Фейсбуке. Можете мне в личку, в Инстаграм писать. Там тоже есть ссылка на мой Инстаграм. Так. То есть если какие-то что-то вдруг не получается, да, там подсказать советом каким-то. Пишите. Оставляйте комментарии, как вам такие работы. Что бы вы хотели написать, на какую тему. Ну, то есть давайте как-то вместе канал делать. Потому как для меня, если честно, иногда в ступор я впадаю. Я не знаю, что вам нарисовать. Вот честно. Что бы вы хотели, да, увидеть. Распыляться на множество тем. Либо когда вы что-то предлагаете там зиму, либо осень, либо лето, либо там кого-то, да. Так гораздо проще какие-то мастер-классы для вас сделать. Плюс вам это полезнее, правильно будет. То, что вы, допустим, хотите что-то там, к примеру, туман научиться писать. Или там горы, или камни, что-то такое. То есть уже конкретно, то есть искать гораздо проще. То есть если что, предлагайте свои варианты. Там уже буду на эту тематику что-то искать. Ну, а на этом все. Я надеюсь, вам мастер-класс понравился. Ставьте пальчики вверх. Вы помогаете этим каналу очень сильно. Также пишите комментарии. Если лень писать какие-то там, я не знаю, слова, фразы, поэмы, да. Просто смайлик поставьте какой-нибудь. Это тоже зачитывается Ютубом. То есть каналу помогаете этим самым развиваться. Ютуб продвигает видео, то есть чтобы больше увидели. Делитесь видео, если есть какие-то у вас группы в соцсетях. Делитесь видео, чтобы больше увидели людей, рисовали тоже. Может кто-то еще хочет. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи, дорогие мои друзья. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok